Александр, здравствуйте! Доброго дня всем! Мы с вами находимся на очень масштабном мероприятии, я думаю, ключевом в этом году по электротранспорту в Российской Федерации, и я знаю, что вы к этому имеете прямое отношение. Я очень рад тому, что у нас сегодня проходит второе мероприятие. Моя компания «Электромобили мира» принимала участие в организации первого электрофестиваля, и сегодня я очень рад, что принимаю участие уже как главный редактор и издатель своего журнала «Эви Карс Ворд». Это «Электромобили мира» журнал, который рассказывает исключительно о электрическом транспорте и возобновляемой энергетике. Ну, сегодня, как вы видите, уже в сравнении с первым мероприятием очень ярко выраженная соревновательная часть, то есть мы разбили по сегментам электрический транспорт и даем возможность пройти трассу и зафиксировать время прохождения этого трассы. И это первые цифры и первые данные, которые мы можем говорить уже в точности о технических характеристиках того или иного вида электрического транспорта. Александр, а какие из представленных стендов, может быть, представленная конкретная техника вам понравилась больше всего? Ну, так как вообще моя суть – это механик, то я, конечно, смотрю всегда вглубь и не могу не сказать о двигателях «Дуэновых». Я очень подробно сегодня брал интервью и делал обзор этой техники, и само сердце двигателя двигатель Д-90, который установлен на многих транспортных средствах, меня очень радует. И радует тем, что это уже отечественное производство, и, наконец, вот эта наша, ваша инновационная, так сказать, перемотка славянки дошла до практического применения и уже намотала определенное количество километров в реальности и в реальной ее эксплуатации, что меня очень радует. Спасибо вам большое. Александр, скажите, а вот ожидания ваши конкретные от этого мероприятия оправдались или хотелось бы еще масштабнее, еще больше, может быть, что-то изменить, дополнить? Как говорится, все пошагово. Это мероприятие дало четкое понимание о том, что соревновательная часть имеет, наверное, самое главное и значимое значение. Поэтому сегодняшнее мероприятие – это подготовительная часть тех мероприятий, которые мы будем проводить. Приоткрою секрет. Сочи, трасса Формула-1 и вообще, как бы, Краснодарский край очень ждет проведения именно таких мероприятий, так как там, если вы побываете на набережной, просто переизбыток электросамокатов, электровелосипедов, которые трудятся в прокате. И компании, которые предоставляют прокат, очень хотят заявиться и показать о том, что они вносят свой вклад в экологию города, так как мы даем возможности, вы даете возможности, все, кто сегодня здесь присутствует, передвигаться из точки А в точку Б, не нанося вред экологии. И это самое важное лично для меня. Отлично. Спасибо вам большое за исчерпывающий ответ касательно этого, но у меня все же будут еще к вам вопросы. Слушаю. Скажите, как вы считаете, вот технология совмещенных обмоток «Славянка», имеет ли она потенциал для развития на мировом рынке? И в каких областях? Абсолютно. Я очень внимательно слежу за развитием вашей технологии. И сегодня, когда я могу в точности уверенно сказать, что она приобрела серийное производство, и те детские вопросы, которые задавались о том, что есть какие-то сложности в этом производстве, уже решены. Я вижу серийно произведенные моторы, вижу действительно эффект, который, ну, в практической точке зрения, он действительно лучше. И гораздо лучше эти моторы, которые мотались, так сказать, ну, можно так сказать, с 70-х годов мы мотали так, а ваша технология – это современный момент, и это и экономичность, и эффективность, вот, и, скорее всего, даже и надежность. Потому что, когда у мотора больше мощности, ему гораздо легче выдерживать пиковые нагрузки и гораздо дольше нам служить. Поэтому я считаю, что сегмент легкого транспорта, самокатов, электровелосипедов и гольфкаров – это прям вот двигатель D90 и другие модификации, которые у вас есть с разными мощностями. Вот. И в ближайшее время я с удовольствием хочу вам предложить установку этих двигателей на те транспортные средства, которые делают наши цеха по переоборудованию электромобилей. И это набирает очень большие обороты и популярность среди водителей и населения. Спасибо большое. Буду ждать вас всегда на всех наших мероприятиях. И приоткрою секрет, что трасса «Формула-1» в Сочи, мы ее будем готовить для проведения следующего мероприятия в стиле соревнований, показа и популяризации среди населения транспорта, который сегодня здесь видите. Хочу сказать один маленький нюанс. Вы меня спросили о том, что немножко не нравится. Друзья, мы не успели сегодня показать вам автопилотируемый транспорт. И немножко мало автомобилей у нас присутствует, которые серийно выпускаются. Не буду называть их моделей, потому что они мои любимые. Но на следующих мероприятиях вы обязательно увидите этот транспорт. И помимо того, что мы вносим значимый вклад в экологию, мы еще должны привыкнуть к тому, что все виды электрического транспорта должны быть умные, автопилотируемые, что позволит избегать дорожно-транспортных происшествий и человеческого фактора и ошибок при их управлении. Спасибо большое. Я буду очень подробно рассказывать об этом на страницах своего журнала «Эвик Арсворд». Александр, спасибо большое. Удачи вам в ваших начинаниях. Это очень хорошее и важное дело. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Спасибо.